Теперь давайте на полчаса у вас рисуночное задание будет. Мы с вами направили огромное количество теорий и по пропорциям человеческого тела, по основным пропорциям, и по данным, как придет себя позвоночник. И теперь попробуйте как. Старое ваше задание – идущий человек, вид, профиль или три четверти. То есть не обязательно точно сбоку изображать. Можно учтить, что задание более трудное – три четверти нарисовать. Проще всего всегда рисовать в простых проекциях. Либо точно в пас, либо точно в профиль. А если вот так под 45 градусов к зрителю, или вот так под 45 градусов к зрителю, увидите, что возникнут у вас сложности. Ну и давайте идущий человек, с учетом того, что мы с вами говорили и делаем, да, значит, либо в профиль, либо в три четверти. То есть под 45 градусов. Ребята, еще раз я говорю, с одеждой рисовать занятие скучно и неинтересно. Я просто нарисовал рисок – сверху пределку голову, а снизу – санкайпер. Вот он и человек. А можно разрезать? Еще раз? Можно разрезать? А, вы сначала целиком, прежде чем ваши фантастические разрезы рисовать. Кстати, с той же зрения рисования, смотрел я ваш первый рисунок, где вы все это разрезали, да, он удивительно похож на так называемый рентгеновский стиль аборигенов Австралии. Он у них родился 15 тысяч лет назад на скальдные рисунки, когда они это рисовали людей и животных, вот так, как будто они их видят на сквозь. И настолько же фантастичны. То есть, на самом деле, тело в человеку устроено совсем не так, как выгодно запросили. Хорошо, работаем. На кого у вас за счет человека надо рисовать? Любого. Начиная с того, когда он может ходить и не ползать. Задача у нас не ползущего на четверинку рисовать, да, а игрушего. Хотите трехлетнего ребенка – ради Бога, хотите подростка – ради Бога, хотите взрослого – ради Бога. А по размеру, вовеслись можно? Можно вовесились, можно достаточно крупные. Хороший вопрос, Володя. Вы запомнили, что пропорциями человека, да, нужно выразить его возраст. У людей разных возрастов пропорции строения тела разные. Это не пойдет. Вы слишком-слишком маленько легко рисуете. Берите-ка новый лист и попробуйте хотя бы на полный статус. Вот давайте, а первые пять минут вообще никак вашу работу вмешиваться не будет. Мороза. Работая-ка. Нет. Какой-то? Продолжение следует... 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 Не, оно не достанется. Понятно? Поэтому, ребят, я и говорю, сначала делайте каркасы, и на каркасах выверяете пропорции. Тогда будет существенно проще не врать в целом изображении. Ну, давай. О, очень славно. Очень славно. Вполне себе выразительно. Но вот эта нога у него, или у нее, это не важно, попала под асфальтовый каток. Да, понятно. Понятно, что если вы эту ногу сделали так, то, начиная от колена, эту ногу надо менять. Да, это я. Угу. Так. Сейчас, сейчас, дайду. Так. Так. Так, ноги вроде правильные. О, даже не знаю, куда ваш человек попал. То ли он между шестеренками обребет, с прорезком, то ли какой еще будет случилось. Васька. Так, вы зубы. Все изобнуто. Вот. Изобнуто так, что нам не горит. Постык, ты забедренный, что я подключил. Вот здесь, да, славно. Тогда я примусь, что-то вот сюда пойду. Потому что, если ты забедренный, нога так вот отсюда начинается. Вот. Хорошо. Теперь колено. Колено не может. Вот. Отлично. Теперь представьте себе, что человечек вот так с одной ногой. У него колено достанет плеча. Ну вот возьмите. Вот отрезок вот сюда вы отложите. Нет, не да. Колено у него здесь, на середине груди будет. А у нормального человека. Да. Ага. Видите, у вас колено выше плеча. Ага. А на вашем рисунке колено вот здесь получилось. Угу. Идея понятна? Хорошо. А вот эта линия, это на самом деле продолжение вот этой линии живота. Угу. Так. О. Да, у вас склонность, вероятно, к силовым единоборствам. У вас уж такой геракл. Так. Ну, давайте смотреть. А самое интересное, что почти все пропорции вы поймали верно. Значит, единственное, что в этом рапорте плечо, конечно, у человека будет совсем не так сделано. И вы слишком перетянули предплечье. Если уж он уходит от вас, это предплечье будет выглядеть короче. Вот так. Да. Это во-первых. А во-вторых. Ну, давайте, покажите, вот на этой руке локтевой сустав. Где у него? Вот тут. Славно. Значит, то есть вот это у вас плечо, а вот это предплечье. Да. Вот так. Смотрите к себе на руку. Или вообще на руку любого другого человека. Какая часть руки более широкая? Плечо или предплечье? Предплечье. Предплечье? Вот, плечо. А у вас? Опа. Опа. Угу. Понятно? Вот такого не бывает. Так. Смотрим. Так. Вот опять же, примерно то же самое, что я только что говорил. С точки зрения пропорций не так и плохо. Ну, правда, ручки и головка, конечно, от другого человека. У вас ноги от одного человека, тулы еще от другого, руки и голова от третьего. Ну, значит, сравните длину руки и длину ноги. Что вы можете сказать о длине конечности у вас нарисовать? Разные. Так она и у всех людей разная. Скажите, пожалуйста, добрые люди, бывают ли вообще живые люди, у которых руки вдвое короче ноги? Нет. Нет, конечно. Ноги немножко длиннее, но реально немножко длиннее, на 10 процентов длиннее. На 10-12. А у вас не было задачи рисовать помеху человеку? Угу. Значит, руки, конечно, мелковаты, но и голова мелковаты. Вот руки соответствуют размеру головы, а ноги совсем с другого уровня. И если вы хотите, чтобы у вас возникло ощущение того, что человек реально идет, вот эта линия должна быть продолжением линии живота. Вот так. А вот здесь, вот так, изогнутая поясница. Понятно? Угу. Понятно. Так. Ну что, я у всех смотрел, у кого что вышло? Так. О! 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 На самом деле, в условной манере, но очень неплохо. Единственное, Коля, покажи, пожалуйста, где плечевой сустав у твоего человека? Клечо где? А вот здесь. Вот здесь. А вот это все шея? Нет. А выше плеча вообще в нормального человека что начинается? Шея. Угу. Нет. У вас интересно, помните, человек из жирафа получил, да? При этом, что оказывается длиннее у вашего человечка, шея или туловище? Шея. Шея длиннее туловище. Классный человек. А вот теперь смотрите, если я только одну линию проведу, и ставьте сразу изменится. Посчитаем, что плечевой сустав вот здесь, а вот это локоть. И сразу получилась более или менее пропорциональная фигура с более или менее нормальным соотношением длинные руки, длинные ноги, длинные туловища и длинные шеи. Ребята, когда мы с вами разбирались со схемой каркасы, мы же это делали не просто ради чистого искусства, а для того, чтобы уметь пользоваться рисованием. Ага. Ну, бум. Убираем, все остальное классно. Правда. Вот так и вот так. Значит, перед, обратите внимание, перед ладонью, рука всегда, вот в этом месте, чуть-чуть жадкая. А дальше уже расширение ладони. Понятно? Так, ну, посмотрим. О, уже больше похоже. Уже больше похоже. Правда, на вашем рисунке абсолютно понятно, куда он, она или она бежит. У него жуткие проблемы с животом, скорее всего, по носу. То есть, мне сказать, ну, торопится, страшно. В чем дело? А дело в том, что, смотрите, у вас вот здесь прямая линия, да? А вообще-то у нормального человека нога вот так начинается, а живот должен вот так начинаться. То есть, у этого человека жутко вот так стучило живот вперед. Вот у того, который вы нарисовали. Понятно? Угу. Хорошо. Так. Так, ну-ка, вот опять, ровно та же самая штука, мать. Вот тебе длина туловища. Угу. Вот тебе длина бедра. Покажется, да. Видишь? А они должны быть примерно одинаковые. При такой длине туловища вы делаете человека страшно коротканой. Так. И так. И так. О-о-о, как интересно. А скажите, пожалуйста, вашего человечка, левая и правая нога одинаковые длины или нет? Вот если он выпрямит эту ногу, какой длины она будет? Малко. А бывают люди с... Такие люди, у которых настолько бы отличалась длина ноги. Ну, в общем, не бывает, да? За таким вещами, конечно, надо присматриваться. Когда рисуем. Итак, господа, при всей простоте, задание-то оказалось не настолько простым для вас. Продолжение следует...